помнишь с чего начинаем сметанный замес можно сразу бирюзовенький там в небе нежненький цвет полностью избавишься от белого сметаны напомнишь веществом краски холст а в это веществом моречка вещества краски нагоним 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 так чтобы вещество краски создало эффект множества белилами лучше так не расправляться на пол на пол вместе с веществом так устроена масляная краска что она своими фактурами тоже рисует в принципе эффект множества звучит в том числе фактуре уложишь 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 на передний план несколько бирюзой несколько бирюзой можно даже чуть-чуть желтой уложишь вот здесь уложишь вот попытайся найти этот цвет от этого движения вообще уйти масло любит штрих любит лежачую холсту кисть если ты понаблюдаешь мастер-классы многих художников в ю тубе даже столкнешься с тем что они пишут лежачей кистью в основном а во-первых зеленый значит немножечко больше вещества краски небочку чуть чуть больше и и вот этого от этих крупных движений которые здесь различаю перейти укладывать и льня распределить и льня хорошо вот такое распределительного ге мерцательного и вот эти вот жесткие движения делать не надо и вещества чуть длинные штрихи достаточно быть коротким и даже короткий он более более культуре подоложил так как будто мы одном и можно развернуть лапочку только разовим берем это же это же и еще фактурочки лодочный характер укладки посмотри уже море правда плашмя лодочный характер укладочки лодочка чуть темнее чуть светлее некоторый цвет происходит в том числе как некая волночка да прямо вот она вот она вот она чем дальше за тем меньше амплитуда этого лодочного характера хорошо то есть здесь на переднем плане они чуть чуть активнее ну тоже в миру да так без без фанатизма отдали просто просто ровненько едет но все равно настроение должно быть лодочное хорошо вот вот они вот они накидаешь после этого возьмешь идею волны которая здесь в середине и очень важно и там ты совершил эту шутку к этой картине сделать ее узенькой как она и есть она узенькая ты ее по мере возделывание будешь периодически расширять но помнишь что такое свойство у нас есть расширять уточняю будешь удерживаться под расширение да то есть здесь ты будешь действовать штриховательно не подливать хотя в дальнейшем и шпатлевательно тоже но будешь прежде всего штриховательно пока не наберешь нужную тональность здесь у нас бирюза плюс немножечко синевы снизу и ты вот штриховательно штриховательно поднимательно показывая этот поворот то есть все лежит а это поднялась покажешь в том числе покажешь идейку макушечки светлой и тоже лодочным характером укладкой хорошо давай плашмя 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 не колбаски а плашмя плашмя чирк чирк по холсту чирк чирк рыхлый творожистый но не колбаса вот это городом синего ты мы с тобой возьмем ультрамарин если это был голубой то этот синего ты и там даже немножко фиолетовит да горная это гряда здесь в этом пространстве ты потренируешься рисовать горы посмотри что я делаю здесь но все равно они отражаются в этом месте поэтому здесь как в безопасном месте ты потренируешься рисовать красивые силуэты зубчатых горных образований мастихин поддавливает красочку и укладывает ее правильно поддавливаешь и укладываешь потом когда ты здесь натренировалась и почувствовал получается пришла сюда и уже сделала на чистовую хорошо давай отличная небочка и даже здесь вкусненько набрала прямо уже и травочки давай играть как на время на время как мы там горы начали внизу вот так мы облака с тобой начнем здесь как бы потренируемся это красиво облака видно облака видно снизу я их чуть-чуть подраздавил сверху они более выражены и ты сейчас в этом пространстве посоздаешь красивые силуэты облаков после этого я вытер и подраздавил это вкусненько значит тренируешь давай то есть вот это чвякающее состояние краски нас устраивает чвяк с паузой хорошо с паузой и не более лежачий более лежачий более лежачий здесь больше 7 где-то больше 7 и уже скатывается горизонтально вот там где пена вот там лучше поштриховать причем будешь брать белильца и синильца значит вот голубой вот ультрамарин больше в пользу синилиц в пенику и там где у нас пеночка сначала штриховательно навяжешь синюшечку хорошо хорошо ну не вижу чтоб ты уже расходил вот порой ты что сначала покажи мне где вот здесь испортила еще или уже все так стоп значит гору краски не носим на холст не носим ту краску которую ты забылила совсем не обязательно тряпку никаких тряпок не хватит у нас этот цвет есть вот здесь то есть это же не белый слабенький поэтому и это тоже пригодится беру меру меру не ком краски да а меру краски беру делаю интересненький зигзагик вытер раздавил подштриховал раздавил подштриховал прикольно то есть не ком краски и не такую густятину потому что эту густятину уже не так просто это раздавить она раз расползается а не раздавливается меру можно вполне моделировать хорошо давай смотри у мастихина есть кончик который оставляет следочек не серединой мастичной а кончиком наклобучивая красочку оставляет следочек давай значит чем опасна густая краска когда уже началась эта каша краски уже трудно возделывать что-то поэтому все-таки перейдем с тобой на штриховательный мотив и будем штриховательно выбирать есть еще одно золотое правило теневые в масляной живописи не любят густую краску то есть будем укладывать так чтобы густота краски в теневой не кричала не очень много краски да мало то что много краски трудно мотивировать потом мы с тобой малое но чуть чуть больше вещество положим но это чуть потом а до поры будем расштриховывать до вот этих настроений то же самое с теневыми есть теневая есть белый в тени есть белый на свету в тени на свету тени на свету вот это не белый вот это белый у тебя должна быть гнятная разница между вот такая разница между теневой и световой вот это на свету а вот это теневая 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 с согласно и штриховательно то же самое и здесь штриховательно и синенько смотри как дымчато смотри как пенно правда давай давай сейчас разберется не я не думаю что она сложна еще одна начала давай взяла грильца синильца розовильца накидала может даже чуть-чуть нахай немножко хорошо ну нормально а здесь не выходит ну давай я начну а ты продолжай ну на самом деле вот они что правильно чуть где-то розовее чуть светлее да вот единственное что чуть-чуть в крайнем случае если уже суховато пальчиком вспомогла а так нормальное облако и еще облака иногда даже по такой траектории сидят не только лежачий такой подушечкой но иногда даже вот так смотри знакомая история в облаках давай попробуй прям постарайся их очертания там очень красивые очертания можно не изобретать новых именно эти постарайся наделять и от линии горизонта опустишь вот такое стеклянное вот такое стеклянное подразумевая отражение в воде отражение в тихой стоячей воде вечно вот такое стеклянное стеклянное раздавленная краска не бритая а раздавленная вот до такого стекла дело в том что потом стоит появиться любому горизонтальному звуку И становится понятно, что это плоскость, плоскость на которой происходит колебание воды, да, и что там отражение. Давай. Присмеряла рука уже, синюшечку немножечко, синюшечку, кроме беленького, чтобы это был не сероватый, а был синеватый, все-таки, хорошо? Чуть-чуть синюшечку. Отличная грязь, культурная грязь. Значит, сейчас берешь трепуленцию, в самом центре, чуть смещен вправо, оттерла до сухого холста. Следующий, оттерла до сухого, до сухого, и так дальше. Потом берешь цвет, в данном случае желтотики, розовости. И сначала, как бы теневой цвет этих цветков, начинаешь набирать пальцем. Несмотря на то, что там есть густоты мастихином, мы сначала вникнем в задачу пальцем. Хорошо? В общем, все будут. Вот такая мера краски, небольшая. Вот такая. Обязательно очень небольшая мера краски. Прямо принципиально. И чуть-чуть светленькости. Чуть-чуть, чуть-чуть. Смотри, палец не отрываю, не делаю вот таких движений. Лежачий палец моделировательно укладывает. Здесь пониже. Ты, как все нормальные люди, сразу стала ее разворачивать. То есть она уходит, а ты ее, естественно, стала разворачивать. Она же уходит. Уходит. И так поступают все. Поэтому нормальный рефлекс разворачивать. Но мы должны сделать так, как там. Потому что там красиво, с перспективкой. То есть надо прям помнить, что мы всегда пытаемся развернуть волну прямо на нас. Именно с волной так. Сейчас посмотрим. Попробуем. Так. Вот эту белизну, которая по макушечке, все-таки подложить, подложить, подложить. И взорвать пеночку. Допустим, где-нибудь. Вот чуть-чуть ее взорвать. Да? Чтобы у нас уже что-то сколобалось. У тебя есть возможность проявить себя здесь. Вот. В этом же смысле. А можно взбрить и положить. Так. Вот эти вещи тоже. Давай немножко швырнем. Смотри, смотри. Вот эти светло-тики. Вот такие рыхлости. То есть, смотри, я чуть-чуть с конечка сдаю краску. То есть не плашмя, а чуть-чуть с конечка. Но в пользу плашмя. Создашь вот эти рыхлости. Очень горизонтальные. Создашь вот эту витилеватую. Прям по моему следу пройдешь сама. Хорошо? Давай. Дальний план недолюбливает такую густую краску. И такое напряжение краски, которое ты поставил. Пожалуйста, помни об этом. И превращать небо... Смотри, вот твое облако в середине. А здесь? По высоте оно в середине. Нет, там совсем не в середине, да? Совсем не в середине. И даже до середины толком не дошло. Значит, кистью. Возвратилось. То, что там должно было быть. Можешь одновременно добрать белилом, чуть-чуть розовенького и вдоль линии горизонтика, вдоль линии горизонтика, подпустить штришком розоватость. Есть там, да? Ну, а даже если бы практически не было бы, стоило бы подсунуть. Лёгенькую такую розоватую. Лёгенькую, да? Давай. Лежачая, лежачая, не бороздячая, а совсем лежачая, распределяющая, распределяющая, не бороздячая. Хорошо? Давай. Потом распределитель надо. И слякотно, слякотно, слякотно. Потому что слякотно не возьмут, сухомякотно. Вот так, вот так чуть-чуть. Вот так. Ну, тоже с кем-то, только мельче. Ну и белый сначала положим, чтобы потом под него подлезть. Дело в том, что когда мы подлазим под белый, мы с этой сопелькой заигрываем вкусно. Хорошо? Ту сопельку белого, которую ты положишь, мы с ней вкусненько будем заигрывать вот так. Давай. То есть она будет как бы переваливаться через свой горшок. Там, вдали, мелкие, витие, ватые и раздавленные. И здесь, вблизи, крупные и тоже раздавленные. И более яркие, то есть в пользу белилу. Если что, пальчиком вспомогаешь, в том числе и снаружи. В тенистой части облака, там есть тенистая, да? Чуть-чуть с розовиночкой зайдешь. Чуть-чуть с розовиночкой. То есть все еще светлее, чем небо, но уже не так бело, да? Появился в том числе и цвет облака. Ты видишь, я нахожу разные формулы придавливания и появляется нечто... То есть при том, что я пытаюсь повторить его, но при этом произвол происходит. Правда? И в итоге, ну... Давай дальше. Нам нужно здесь чистоту не вести, а из-за этого синего оно будет ниже. И здесь зашла зачем-то. Вот так бы отделила. Сейчас выполним. От солнышка схожа на скальную среду, а не на морскую. Морская она вот немножечко вот такая балованная. Согласна? То есть вместо вот этой шпатлевки набаловать. Но для того, чтобы было что баловать, снаружи все-таки положишь вещества. Чтоб это вещество могло быть задето. Да? Я еще переложусь, мне казалось, что я положила. Достаточно, получается, что... Смотри. Как это? А вот эту пальцем надо убирать лишнее. Зачем не надо убирать? Надо дальше развить. Дальше ты видишь, что они продолжаются уже туда. Да? Вот туда. В горизонталь туда. Поэтому ничего убирать не надо. Еще больше не задеют на берега? Нет, точно нет. Что касается вот этой береговой. Так, немножко создадим условия для работы. Так. Возьмем белильца, розовильца, желтильца. Покажи картинку. И вот эти вот проявления суховатенько. Вот так, суховатенько, лежачей кистью. Творожисто. Да? Похоже? Получается, пену закрыли, потом сверху... Потом сверху пену навалим. Вот так, суховатенько. Оно? Да. Ну прямо смотри. А скалы уже потом, позже? Чуть-чуть потом, да. Причем легкое поднятие наверх. То есть вода приходит на поднимающуюся плоскость. Покажешь маленький уклон сюда. Ну я сразу туда анонсирую, чтобы ты не переживала за вот этот кусочек. А потом пеночка накроет вот это сверху. Логично? Да. Таким ковриком зайдет. Не напряженное и не вот так. А лежачее отсюда и туда. То есть оно не происходит вот это движение. Происходит лежачее отсюда и туда. Идеальное облако. Давайте пополнее, пополнее резать. И розовиночку. Там-сям. Ну уже начало, да. Хорошо. Вот это здесь, там? Угу, угу. Отличное облако. Смотри, как с облаками легко. Правда? Ага. Причем облаками ж можно столько закидать. Значит, взять прямо с лякостью. Уложить это с лякостью. Вот розовый хорошо было выполнять тут на этом уровне. Без этой странной геометрии. Собушка. Котина тут на всем протяжении своего возделывания должна быть красивой. А из-за такого геометрического трюка, который это там создало, она сразу стала невкусной. Картинка. Тоже несухомятная. Пока там сухомятка, тряпка, которая нам сделает идеальную растяжку, небоеспособную. Вот когда я сказал, что картина на каждом этапе своего возделывания должна быть красивой. Вот это скорее красиво, чем вот тот геометрический странный выпуль. Теперь взяла кряпочку, сделала фигушку. Такую рабочую фигушку, твердую. И начала с розовых мест распределение краски. Не стирание с холста, а именно распределение. Здесь это делать не обязательно. Здесь у нас совсем другая история. А туда наверх вот это. И вот тот синий, который ты зачем-то в периферию вложила, мешает теперь сделать вкуснятину в этом месте. Кряпка настолько в этом смысле идеальничает, что можно добиться просто безупречнейших растяжек, если запретить технологию. Понимаешь? Да. Вот птиц в такую меру сработает. Ей тяжеловато в такую меру сработать. Так, ну и наберем желтятенький. То есть не вытираем с холста, а наполняем. Перемалываем и наполняем. И еще. И еще. Уже в районе солнца. Значит, немножко догуляешься, чтобы не было уже таких. Потом мастихином ставим желтый разбил солнца. Раздавливаем, раздавливаем, раздавливаем. И если надо, пальчиком домоделируем. Домоделируем это пятно. Можно не круглить, оно иногда расползается вместе с такими-то облаковидными проявлениями. После этого возьмешь синюшечку. Нет, сначала возьмешь розовюшечку. Розовенький. Не разжиженный, а вязкий. И немножечко нанесешь вот этих облачоников. Вот там, вдали. Вот таких. Можно чуть-чуть с желтиной, чтобы они не были кислотными. Вот такие. Вот такие там. Облачочечки. Туманные, дымчатые. Вот такие. Да? Вот такая стайка. Вот она. Здесь больше фиолетовенькая стайка. То есть розовый плюс фиолетовизна. И тоже дым. Дым вот такой. Да? Есть одно. Есть крупное. Второе. Потом. Больше синеватые. Синеватые. Причем можно даже плюс коричневизну к этому. Вот эти темнотики. Темные облачечечки. И потом доиграешь их уже кистью. Вот по такой технологии. Вот такой. Все они имеют немножко ритм. Вот этот ритмик затеешь. Вот такое. Почему я хочу, чтобы ты сначала пальцем это сделала. Во-первых, чтобы потренировала палец. Во-вторых, чтобы не было переборов. Палец все-таки не так склонен к перебору, как кисть. Да-да-да. Да-да-да. Молодчинка. Молодчинка. Продолжай. И теневые. То есть синий-коричневый. Вот твои темности. Вот эти листья. Листички. Да. Пока. Все. Пальчичком. Листички. Ты видишь, я не отпускаю руку. Как бы моделирую. Почти не отпускаю руку. Давай. Чуть-чуть его все-таки покорить. И не вот такое движение. А вот такое. Уползающая змейка. Ну, покажи, как ты. Может быть ниже, да? Да-да-да. А вот поменьше этих провисаний, да? Поменьше провисаний. Побольше. Вот движение. Вот. Вот. Хорошо? Вот такое. Необязательно. Иногда можно сильно не давить. Давай. Там ведь неоднородно. То есть эту неоднородность можно создать то в пользу разбилов. Сюда тоже. Теперь тоже. Вот. в отражение. То есть уже даже то, что у нас есть это направление и это комковатое, уже их разделяет. Уже понятно, что они разные по природе. Правда? Чуть-чуть теперь еще и темности. Даже вот эти вот сосеночки или елочки вот по такой траектории прикольно? Смотри. Сразу эффект множества и они же тоже отражаются. Попробуешь и то и другое и третье. Хорошо? А у нас все и так хорошо. Значит, возьмешь синюшечку, чуть-чуть разбеленную и в этом пространстве, где у нас скалки. Посмотри, что делается. Мастихин идеально работает со скалами. Посмотри, что делается. Ты согласна? Мало того, его произвол сам по себе уже похож на скальную среду. Правда? Вот то, что он там укладывая краску, творит, это уже само по себе похоже. Плюс ты добавишь чуть-чуть высветленности, розоватой такой густой высветленности местам, где у него такая лысенькая скала. Вот такое что-то. Хорошо? То есть создашь вот так, смотри. Кончик мастихина прекрасно моделирует эту штуку. И немножечко задействуешь. До этого мы только синий задействовали. Теперь немножко голубой и желтый. Будет намек на зеленцу, но он все еще синий, поскольку даль все-таки подвержена синий верх. То есть толщина воздуха имеет синий цвет. Да? Давай сообразить. Вот эти темноты тоже стоит подкладывать сразу, как цветовые настроения. Чтоб у нас оживало не только желтым, а еще и всяким цветным. Вот может быть для того, чтобы этот белый вкусно уложить. Чуть-чуть подвытрем. И начнем укладывать и вот эти пятна. Драпировать. Хорошо? Смотри, живи красиво. Ты согласна? Вот я, честно говоря, не вижу причины однородно разбрасывать по всему холсту розовые облака. Потому что теперь, когда будешь делать не розовые, избегай симметрии, хорошо? Да. Симметрия – это не наш случай. Это не наш метод. Все-таки глубоко зашла. Значит, давай эту глубокость немножко отгоним. Значит, здесь у нас с тобой будут все-таки камушечки. Ладно? Потому что нам это место нечем будет наполнить вкусно. В итоге оно может быть невкусным. А оно слишком центральное, чтобы быть невкусным. Правда? Вот это пусть как камушки остаются. Согласны? О, песонничек. То есть немножко отгонишь. Отгонишь эту самую пеночку. И самое светлое место будет именно в центрике вот здесь. Не получается, что море совсем маленькое? Не получается. А, не получается. Теперь вернули, но только не аж сюда, а в ту миру, в которую там. Угу. Хорошо? И теперь у нас это место… Можно добавлять теплого оттенка вот эта пена, которая с песком перемешана? Или это? Можно немножко до обрезцу подбросить. Смотри, теперь вот эта длина очень уютная, удобная для исполнения. И вот эти вот рыхловатости, вот эти рыхловатости, положишь. Хорошо? Да. Давай. И туда тоже уложишь рыхловатости. Как у нее здесь показать, что волна она здесь вот такая? Значит, туда немножко, во-первых, коричневого все-таки. Во-вторых, вот этот уклон создать. Согласна, да? Под основанием можешь что-то проводить какую-то или очередь? Да. Значит, не забывай и не перемешивай для себя синий и голубой. Ты понятно видишь разницу, да? Синеватый, а вот тот голубой. У тебя должен быть замес синеватого и голубого, чтобы они не становились никакими. И вот в этих местах вот эта пеночка втяни, она прекрасно туда зайдет. Там она есть. Пеночка втяни. Хорошо? Давай. Они же могли бы быть ровненькими. Правда? Да. Они же там торчат. Хорошо. Причем посмотри, вот даже сразу какая внятная отделенность воды от неводы. И еще и даже создадим там какие-то плешинки без растительности, но с травкой. Но все это все равно седое, разбеленное, да? Поскольку вдали. И тоже отражается. Вкусненько? Да. Так. Хорошо. Так. Хорошо. С боков у нас темно-синий. Внизу грязно... Темно-синий? Ну, такой синий-коричневый. Внизу коричнево-синий, да? Угу. Вот. Значит, берем с тобой много голубого. Сейчас возьмем. Голубой сильный цвет в отличие от ультрамарина. Берем с тобой синечку, вернее голубинку, коричневинку. И вот эту темнятину штриховательно понашвыряем. Понашвыряем, понашвыряем, понашвыряем. Понашвыряем, понашвыряем. Вот такой комковато штриховательный мотив. Внизу плюс белильца в пользу коричневилица. Но тоже довольно темно. Нашвыряем. Нашвыряем, нашвыряем. Хорошо? Нашвыряем вот так. Ну, смотри море. Водичку береги. То есть, чтобы не съесть воду. Вода должна остаться. То есть, вот далеко не выходи. Вот в этом пространстве пройдись. Хорошо. Так. Не, вот эту лесистость не обязательно. А, хотя там есть. Пардон, пардон. Молодцом. Чуть-чуть сининочки не хватило. Согласны? Да, да, да. Я не включаюсь. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. В щелье. Может быть, зря они такие остроконечные. Остроконечные обычно скалы. А эти холмообразные, да? Поэтому, давай все-таки сделаем так. Заслоним тогда, раз они уже такие высокие. Заслоним холмом более близким к нам. А это будут чуть вдаль. Согласны, да, на такую идею? Угу. Ну-у-у-у. Так, а вот скалки может быть даже чуть-чуть. приподнять. Пусть, да? Как-то так будет. Еще разнообразнее. Чуть-чуть тенистые проявления, то есть те, которые не попали на свет и те, которые попали на свет. То есть тенистые вгоним вот в эти ущелья, более синенького. Логично? Вот такое, вот такое. Равниночка. Мы ее нарочито выразим как равнинку. Возьмем более тепленький, да? Как там на картинке. Более тепленький цвет. Там вдали у нас синий, а здесь у нас уже более теплый цвет. И вариации. Один оттеночек, второй оттеночек. То в пользу желтого, то в пользу. Синего разбила, да? Такая вот. И на переднем плане очень много травы, торчачий вверх. Сначала возьмем такой бурый цвет. И начнем нашвыривать. Можно, чтобы упростить задачу, чтобы не так долго это делать, сначала метнуть лежачей кистью. Вот так. Вот так. Вот такое нашвырять. Именно лежачей. Густотой. А потом в эту густоту добирать. Добирать. Чуть темнее, чуть светлее. Чуть зеленее, чуть коричневее. И будет эффект множества. В седу мерцает вот тот голубой, который мы вначале положили. И это дает эффект воздуха в картине. Эффект воздуха. Ты согласна? Эффект вот этих рефлексов неба на траву. Давай, нашвыривай. Сначала кистью. Ну и вот это пощупай тоже. Пошел. Все. Супер. Так. А ну-ка, пастичек возьмем. Так. Сейчас возьмешь мастихинчик и дашь ей иную фактуру, чем есть у всего остального. Иначе, да? Совсем иначе стало звучать вот эта вещь. То есть, расштрихованность. Управили, да? Прямо шелковая тряпочка. И клинчики тоже. И вот это то, что ты делал. Посмотри, шелк. Раздавленное. Посмотри, что делается. Ты согласна? Как на это приятно смотреть. Среди вот этой комковатости, это сразу начинает быть особенно приятным на вид. Так. Значит, чуть-чуть еще доиграешь. Там голубоватости. Тут беловатость какую-то подсунешь тоже. Потом я так вот раздавил. Так. Немножко. Немножко поиграешь с теневыми. Тоже вот этим способом. Чуть-чуть расштриховывая. И все-таки создать некоторую глубину. Вот этим теневым. Заодно и сюда какие-то подсунешь. Раздавленности. Потом уже сверху на это начнем укладывать. Начнем укладывать вот эти вещи. Вот эти. Хорошо? Тоже, если что, вкупе с такой укладочкой и вот раздавленную. Ладно? Где-то вот. И ею будешь подыгрывать. Где-то вот. Где-то вот. И ею будешь подыгрывать. То есть чуть-чуть в теневых тоже пора штрихуешь. Пора штрихуешь. Пора штрихуешь. То есть таких чернявеньких и глубоких. Чернявеньких и глубоких. То есть глубинные какие-то места. Правда здорово, что появились глубокости? Ну и за компанию можешь несколько лепестков выразить. То есть вот прямо такой брикетчик создать. Там у тебя фоновое пятно. И они прозрачно к фоновому пятно. Хорошо? Обязательно сохранишь развеленность того места. Так. Вот этим теневым тоже штриховочке немножечко. Расштрихованностью. Тем более, что мы знаем вот эту замечательную вещь, что теневые недолюбливают густую красную. То есть на свет начнем укладывать густую, а в теневую пока обережемся. И вот эту плоскость, на которой все лежит, тоже немножечко инаковой, чем такой немножко рыхловатенькой фактурочки чуть-чуть. Ну, не совсем творожок, но такой слегка мазюристый. Чтоб тоже отличался вот этот вот. С левой стороны он будет внятно наряднее. Давай. Ну, у меня теперь задачка соединить эти два облака в некое целое. Потому что так они... Во-первых, они не выглядят... Такое ощущение, что это дальние облака, только темные. А у нас передние темные, а задние светлые. И вот эту разницу этих облаков я пытаюсь гнятно показать. Малявки, которые там есть. Не обязательно все пересчитывать. Да, я думаю, я больше не буду. Спасибо. Смотрите. Это какое-то пятнистое у него получилось. Надо только показать перспективу. Маленькие, маленькие. Угу. Правильно говоришь. Вот такой сенький. Так. Ну, пусть пока так. Потом посмотрим. Может еще чего-нибудь. Ну. Тризаночку кину и все, да? И не трогай там еще. Пока не трогай, да? Там более уже холодные и бледные пошли вдали. Смотри, смотри. Бледные. Бледные. Более. И холодные. И там они даже могут собраться чуть-чуть в стаечку. Угу. А, собственно, что-то не происходит. Угу. Вот такое. То есть линия горизонта выстроилась не только за счет самого моря, но и за счет того, что облака туда загоняют. Туда. Под себя. Да. Теперь берем синюшечку. Где она у нас. Может быть, плюс розовиночку. Мигание то синеватого, то розоватого. И подштриховочки. Вот такие слякотные подштриховочки ступени прихода пены. ступени. Алло. Да. Нет, она в студии. А вот. Ставь. Да. Давай. Давай. Да. 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 И на передний план уже более разбелен, но ультрамарин. Есть там такое, да? И тоже со своей вот слякотью. То есть я кладу мазок, кладу, кладу подштриховую. Сопельки формируются между штрихов. Давай. Во-первых, это более волнообразно. Ты согласна? Да. Более волнообразно. Получвяк. Получирк. Вон, смотри. Да? Вот нам выгоднее даже здесь вот это, чем обязательно закрутить эту бедняжку. Зубчатость больше, да? Угу. Чем какой-то странный длинный. Получирк. А вот этот самый полу... Получирк. Характерный даже вот звук издает этот свяк, правда? даже напряжение создал нарочитое да это красиво еще 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 ну понятно что с ней делать и этот кусок почистная нет нет еще сразу раз когда белого дошла дошли руки создай вот эти вот струны струны этих пенных можешь сразу раз такая пьянка уже взять желтый разбил мощный и прямо вот здесь создать вот это напряжение вот это а потом начать уходить пользу лодочных укладок задачу потом ты возьмешь рыжевизны сиреневизны и так же как и вот эти полосочки прямо можно и оттуда чуть-чуть выгребать как тени выйдут они я поняла под солнышко и вот так вот он идеально идеально значит тут в воде есть некоторая светлятинка которая пока ли поколеблема да вот эта вода в этом месте чуть-чуть поколеблема вот такое тем что она так выглядит но то что она разнообразно как вода у нас картина теперь так еще и она тянет идею торча части торча части травы трава то у нас тоже вертикально жени у нас вертикально и трава вертикально чтобы они различались между собой мы создаем нарочитую горизонталь но водяно да то есть так ведет себя только вода она никак с травой не будет ассоциироваться и и теперь на это место приходит приходит трава вот такими укладочками как мы вчера с тобой укладывали то чуть выше то чуть ниже сначала ботву травы а потом положим уже светики цветики которые здесь вот такие вот такие вот такие вкуснятина значит сначала траву а потом смотри там красивенько желтенькие цветочки а здесь на переднем немножко желтеньких и много маковых это выгодно для нашей картины берем это с удовольствием но желтенький чуть-чуть подмешивает к нему розовиночку и даже чуть-чуть может быть где-то его грязни чуть-чуть вертикальный характер чуть-чуть чиркательно вниз собрать в стайку чуть-чуть горизонтальный характер кое-где мерцают они макательно 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 и здесь чуть-чуть чиркай в сторону тогда будет более сложный мазок правда более прикольный и после этого будешь брать краснятинку может быть даже чуть-чуть подбеливать будешь ее с желтятинкой чуть-чуть и вот такие запятулики вот такие вот такие прикольно то они касаются друг друга то где-то отдельный то в стайках . а там раздавлено раздавлено не надо такую густятину создавать успокой успокой то есть уменьшить напряжение краски мой какие классные штуки мой идеальные штуки давай тоже анонсирую чтоб не забыть этот если ты туда пойдешь чтоб ты знала сразу как туда идти вот этот передний план мотив вот такого рыхлого сухонького сначала с рыжиночкой вот этот творог а потом и с желтиночкой в центре вот такое вот такое рыхлое подливало только а поштриховать где штрихоники тряпка на самом деле обожает штрих именно тряпка и раздавлено если ты хочешь все в подробностях срисовать напрасно вот этот характер гораздо вкуснее чем если ты сейчас будешь за каждый ты же видел особое красиво штрешочек не повторяй то есть общую идею повторяй но не пытайся уже там прямо все педантично потому что вот этот характер шелковости ткани додает шелковости понимаешь не коряжисто как будто мы морскую волну рисуем а растерто ну смотри разве это не красиво а дальше нам нужны синеватые пеночки пеночки чуть-чуть завихряются вместе с волной Пощупаешь эту историю хорошо, на место моих положишь свои, тоже сиреневость теней, синеватость, сиреневость, взбудораженность пены чуть-чуть, хорошо? Ну-ка покажи, как ты будешь класть. Стой, 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 стой. Нет, клала очень хорошо, взяла действительно очень жирно, но у нас она узенькая, она там сначала лежит и только потом поднимается. Зачем же ты ее поднимаешь так? Флашмя, флашмя, да? Угу, угу, угу. Ну, нормально. И, смотри, ты немножко прилипаешь к картине, ты перестаешь видеть, что ты делаешь. А ты должна видеть, смотри, какую дистанцию я с картиной имею. Да? То есть я очень хорошо вижу ситуацию на картине. То есть я не прилипаю носиком к ней. Ладно? Не будешь больше? Давай. Смотри, там есть раздавленный характер, смотри, раздавленный характер, пластичный характер. Правда? Нет там торчащих, как палки или как что-то такое, штырка какая-то. Сзади фончик светел, сзади тряпочка виднеется, розовенькая. Вот пустяк, но она создает тот план, еще один план до стены. Кроме белого, там есть и небелые. А ты белые? А ты белые? Начала укладывать, укладывать, укладывать и совсем забылась. У меня сейчас показано, что она какая-то ненадкая. Поэтому нужно сделать белое. Нормальное положение вещей. И так все. Белое, вернее, если уцветнить, так обязательно еще и убелить. Потому что так оно сразу светлое. Мы же за светлое. Все такое должно быть светлое, светлое. Угу. Точно. Угу. 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 Тенистости различаем обязательно. Когда тень внятная появилась, она сразу села на плоскость. Красивенькие цветы стоит и здесь, в тимевой. Заметьте, то в пользу зеленцы, грязненький зеленоватенький цвет, сложный зеленоватенький, то в пользу оранжевизны. Есть такое, да? И потом уже вот тот светленький, который я там уложила. Они очень активные, и из них можно и темный, и светлый, и темный, и светлый. И они сохраняют сгармонизированность картины. Потому что, если бы мы разными зелеными пользовались, разными красными, была бы... ФЦ боятся и считают ее неблагородной очень многие профессиональные художники. Но, тем не менее, в замесах, для зеленого, она очень хороша. То есть, вот для голубого неба, действительно, слишком проста. Хотя, вполне правдоподобно. И подыгрываем штрешочечком, потому что любит тканечка штрешок поперек. Раздавлено. Раздавлено. Только с шагом там в 2-3 метра... Я же бухгалтер. Мне надо прямо и ровно. Чтобы девизик едет. При том, что так все талантливо, и вдруг бухгалтер, наконец-то, выкрикнул свое. Ай-яй-яй-яй-яй. Так все было хорошо. Значит... Значит, это должно быть то густо, то пусто. Помнишь, я уходя еще, сказал эту сакраментальную фразу. Что то они слиплись, то они расставлены. Разбросаны. Причем, ты видишь, я не один цвет использую, а мигание. То одного, то другого. Значит, возвращаешь сейчас сюда то, что там должно было быть. А потом работаешь. Вот оттуда списываешь. Не отсюда. Уже отсюда бухгалтер. Вот там по-человечески. Ну, по-божьему. Хорошо? Значит, здесь передние. Крупные. Там мелкие. И собрались, смотри, в стаечку. Буквально в целое, но мелкое. Разбросанное. Правда? И сразу уход. А на переднем плане аж вот такие цветки будут. Ладно? Хорошо. Попробуй. Удобнее. Но они же у нас... Что, ветер такой сильный упадет? Нет. Почему это они у тебя все смотрят? Тут все-таки соблюдать некую вертикаль. Отлично. Удачу aurait пришлось быстро не тратя. abetически Basic' Все-таки соблюдат. Угу. Бертикальник у Packина И такой высоты на под부�ắc sia будет. Ухах. Ухах! Ухах. Ужах У Х confusion. Приш소리 не очень много PunAH. Уч assumptionность. Продолжение следует... Зелёный слишком однороден. В него забрасываем коричневый-синий, то в пользу коричневого, то в пользу синего. Чтобы не было такой однородности. Хорошо? Да. Стволики. Как и вчерашние наши картинки, мы можем взять и наметить стволики. Очень удобная схемочка нанесения рисунка. Прикольно? Да. А как заново? Правильно говоришь. Ну, сначала мы создадим вот этот, потом снова вернем, потом начнем укладывать. Хорошо? Да. Так, зелёный тебе нужно. Березовенький, возьмёшь жёлтенький. И там есть вот такусенькая в цвете. Вот такусенькая. Топтательно, чуть-чуть чиркательно. Вот такое что-то, вот такое, вот такое, накидаешь. Чуть-чуть где-то в пользу жёлтенького, чуть-чуть где-то в пользу беленького, чуть-чуть где-то в пользу бирюзовенького. Вот такое. Небольшой ремонт. Кроме жёлтенького, там стоит подбросить немножко оранжевиночки, розовиночки, оранжевиночки. Сонечка, понятно, что это там в самом конце? Спасибо. И, наконец, откровенно белый в центре кедра. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Скользящий, слегка желтоватый свет. Не вполне освещено, а скользящий. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. На самом деле при всей густоте очень благородная укладка. То есть она создала эффект. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 В следующей серии. Смотрите продолжение 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 в следующей серии. То же самое. Вот так зашла. Не просто провисанием, а утюжком. Под этим всем добром легкая тенечка, чуть-чуть теплого цвета. То есть практически по 40 км. То есть вот я шел, 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 взвинчивал, взвинчивал, взвинчивал. А потом еще и помог сбить себе вот этот косой цветок. Смотри, зигзагик такой совершим. То есть что мак пошел и дальше укладываться туда, куда-то. В промежутках между матом зелененький виднеется. И не только зелененький. Миноголь и Алатау. Что-то похоже. Напряженно светится желтый в центре для того, чтобы обострить центральность композиции. Логично? Да. То есть не края у нас зажглись. А там маки есть, да? Да. Там целый поляна в конце. Даже чем-то похоже. Чувство одолеет. Но это ровное сознание, оно антипод сознанию художника. Художники категорически не любят. Ну и Бог, собственно, не только художники. Бог не любит такой порядок. Так, поэтому, чтобы оно в одну линию не выстраивалось, мы подсадим прямо сюда куда-то. Вот сюда куда-то. Вот сюда. Вот сюда. Причем при такой-то замечательной вкладке. Да? Хорошая у тебя вкладка. Очень хорошая. Культурная, умная, талантливой рукой. И вдруг вот эти странные штуки. В штуки. В штуки. В штуки. Балона, умная. Какая-то. Много. Много. Вот такое. Макательно, макательно, чиркательно в сторону. Хорошо? Вот таких перчалочек приподнять. То чуть-чуть они темнее, то чуть-чуть они светлее. Хорошо? Неплохо. Молодцом. Единственное, что старайся, когда однородный ряд появляется, чуть-чуть его сбивать. Сбивать просто другими направлениями. Чуть-чуть другими направлениями. Чуть-чуть. То есть в тех местах, где слишком оно пошло рядками, сбивать. Вот такие елочки. Вот такие. Вот такие. Ну как? Пробойни. Так. 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 Как я понимаю, что вот так сделать. Да можно и даже уже не делать. Даже просто. Даже просто вот. Макать льном и уже достаточно. Макать льном и уже достаточно. Как это делать? Краски. Немножко с сиреневинкой. Белость березы в тени. Белый. Вообще в тени сиреневин. В солнечный день особенно. Белый. Поэтому белый у тебя будет. Не вполне белый. А как бы белесый. Кладем. Кладем. А дальше вот что делаем. Создаем идею полосатости, цилиндричности ствола. Правда уже береза. Вот даже. Белеста. Вот. Да. Да. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Теперь берем темнотики. Которые у нее там мерцают. Внизу обычно побольше. Посмотрите, что делается. Ну никто не перепутает, да? Что мы рисовали. А сбоку трепёку оранжеватый свет. На бочечке будем уже кисточкой. Чтобы быть поточнее. Кладёшь. И тянешь. Совсем тоненькие березки. Конечно этим номером не сделаешь. Ну вот хотя бы просто. Хотя бы просто провести. И может быть чуть-чуть наметить вот эти следочки. Чуть-чуть. Хорошо? Давай. Смотри. Вот такая она. Она продолжает свою линию. Она не вышла вдруг ни с того ни с сего на два метра вперед. Провисание может быть не обязательно такое делать. Ну чтобы не однородно просто было. Ну слишком. В середине слишком провисание. Угу. И там есть маленький намек тоже на тени. В направлении. В направлении. В направлении. Вот видите вот эту непонятность. И штрих. И штрих. И витиеватость. Ну. И розовенький след по макушечкам. Все в компанию. В направлении. Да. Да. Ну что-то можно здесь. Да. Можно. Ну да. Здесь. Здесь. Если бы здесь была какая-то внятная конструкция. Это конструкция. Вот здесь конструкция. А здесь не пойми что. Запустить вот в этом пространстве. С одной стороны мы можем. Эти же цветочки и. Прозлить туда, да? Да. Ну например. Дальше. Лавандовые поля пошли. Допустим. Угу. Желтотики. Вдали. Чуть-чуть я агрессивно из желтого взбиваю в грязь с цой на палитре. Чтобы он, поскольку он вдали, он не может быть сюда откровенно желтым. Может быть опять скальные какие-то проявления. Показать. Ну чтобы это место чем-то организовать, чтобы там не было. пустыря. Я вот такой вышелок здесь бы еще накидал. Ага, ага. Переходящий бокс вниз вроде. Да, да. Здесь еще можно было бы туман запустить. Туманчик. Вот особенно вот в это пространство. Прямо взять белильца. А потом их чуть-чуть. Чуть-чуть. Проштриховать. И взорвать вот такими взрывчиками. Вот таких маканий. Некоторым, которые типа смотрят на нас. Не всем подряд, а те, которые прямо типа смотрят. Вот таких вот. Чуть-чуть. Темлячинку взял. Более плоско. Не остриел. А вот так. Чебяк. Плошмя. Поддать вот этих настроений. Если мастихин не захочет соглашаться. Хорошо? Тоже лежачая холстая кисть. А потом тоненькую и светленькую. Березы какие-то не особо белые получились. А они? Ну ты сделай чуть светлее. Точнее, знаешь, что надо делать? Темные ночи. Но просто не должен быть белым. Ладно? И темности. Да. Это калечинские бутоны. Это бутоны, но они покрупнее. Так, и кистью прибавим к ней держанницы. Так, и кистью прибавим к ней. Сильно выбелило все-таки, они чуть-чуть смуглее там. И белый, не белый. Посмотри, ну разве можно сказать, что это белый? Вот это он так кричал мне из детства, не своим голосом. Спасибо. Спасибо. Ударить. Куда? Ударить. А где береза? Синева. Это же синева. Имеет, но всему есть пределы. У тебя очень красивое фоновое пятно. Вот. Поэтому мы же должны еще успеть закончить ее. Не-не-не, сейчас я хотел ищить. Муть, увенчанная бликом, равно стекло. Слегка это муть обычно холодного цвета. Такого стеклянного цвета. В ней ноги этих растений. В ней линия воды. В ней. В ней. Да. Эй. Эй. Спасибо. 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 Понятно, для чего я это сделал? По окружности. Показать по окружности. По окружности. Продолжение следует. Продолжение следует. Штришок наш. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Это что-то такое. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. В облаках нет одной очень важной вещи. Сейчас я покажу. Этажность. Когда один этаж заслоняет предыдущий. Продолжение следует. Смотри, с появлением этажей появился уход, ступенчатый уход в перспективку. Буквально висит на горе. Это красиво? Смотри. Прям висит. Здесь может быть усилим. Тоже облако присело на эту местность. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. так. Как-то сегодня еще лучше. Вчера неплохо. Сегодня еще лучше. а на вид ребенок и ребенок и надо из твердой пятерки делать сомнительную шестерку так, хорошо, пусть они закончатся там, а потом перерубим лепестойниками так, хорошо, пусть они закончатся там, а потом перерубим лепестой дали водичке колебание, которое обозначает ее внятно лежачий характер согласна? все? не этот характер, а утюжком вниз в воду, чего вдруг вот этот характер? логично? логично 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теневые не любят сильно густую краску... Продолжение следует... 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 Сырость от моря освещена солнцем, и здесь вот это стояние и освещенность вот этого не до облака, а туманности. Мало того, что оно круглит небо, да, сразу смотри, эффект кругления. Так еще и, ну, можно конечно несколько вот таких красоточек оставить. Так, а что я тебе хотел оставить? Ну, во-первых, здесь довести и начвергать. Смотри, что делаю. Появляется структура. Появляется? Да. То есть понятно, что этот ход я знал раньше. Структурность, а не свалочность. Посмотри. Потом на него взбрызки этих освещенностей и красота. Тогда может есть смысл вот это вот так сделать? Где-где? Задний пол. Задний зачем? Ну, только это у нас нападает вот так. А то себе валяется, как и валялось. Нам вот это можно делать. Потому что стоит нам вот на эту тишину, на вот эту тишину. Подпустить выразительные бликующие. Посмотри. Ты согласна со мной? Так я должен ответить. Одним словом, это оно. Все-таки, все-таки, все-таки. Вот это. Угу. 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 Теперь это касается центрального какого-то преподавателя. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...